Дамы и господа, доброе утро. У меня сегодня парфюм дня его величества Poison, классический, Dior. Я его так же как и Opium, здесь Opium, покупала в Duty Free, потому что, допустим, Clinique, вот это, да, Aromatic Elixir и вот этот Destillauder, их можно купить у нас в стране недорого. Но классический опиум, классический Poison безумные деньги стоят. У нас в Duty Free в Вен-Гурионе он стоил в половину дешевле и этот, и этот, чем в стране. Вот, что-то в пределах буквально 110 долларов, что-то такое. Я там и Chanel, кстати, 19-ю купила, где она, вот она, 100 миллилитров тоже что-то, 110 долларов, а в стране она 100 900 шекелей. В общем, сегодня Poison. Думаю, что здесь есть две вот такие вот, ну, типа как от Louis Vuitton сумка закрывается, так же это. Вот здесь защелкиваете, сейчас покажу, как это. В общем, видите, вот так она как бы складывается внутрь. У меня там просто органайзер. В общем, вот таким образом она выглядит. Видите, у нее складываются как будто внутрь вот эти края. Но у меня там органайзер от Neverfull, какой там от MM, по-моему, от среднего размера. Он чуть-чуть маловат. Я думаю, для большой Neverfull, для GM будет самый раз. Вот. И закрывается вот это вот все. Получается такой, как, видите, чемоданчик. Так, а если это открыть, то она получается вот такой вот обычной, обычной формы шоппер уже. Скажите, круто? Я прямо довольна. Я прямо с ней сейчас буду ходить немножечко хотя бы. Не ждать же, пока у нас тут. Слушайте, тут же не дождешься, пока будет следующий выезд из дома хоть куда-то. Я уже не говорю там за границей. Ох, размечталась за границей. Хоть на сборы, хоть куда-то. Поэтому сумочка будет в использовании сейчас, срочно. Потому что нужно, нужно какой-то, ну, знаете, позитивные эмоции. Нужна инъекция позитивных эмоций, что-то такое вот. Поэтому сумочка пришла вовремя на выручь. Я тут выползла в кафе, которое ближе всего ко мне и открыто. На улице дождь, я тут сижу, пью кофе. Что хотелось сказать? Что-то у меня было сказать. Я уже не помню, у нас тут дожди нальет вообще погода и спорта. У нас там так и было по прогнозу. Про духи хотела сказать. Считайте, я не только не делю парфюмы на дневные, утренние, там, витки. Вечерние я делю, я даже не делю на парфюмы, как часто слышу, опиум. Надо уметь носить. Или там поизон, надо уметь носить. Шанель надо, надо к нему какой-то соответствующий наряд. Вы знаете, у меня духи делятся только на две категории. Мои, которые мне хочется пользоваться, и не мои. Дальше, в спортивном я сегодня одета. В каком-то другом. Вот наплевать. Какой аромат мне сегодня хочется, тот я у меня уже что-то размазывалась. Слезы из этого глаза текли, а я все равно ресницы накрасила. Какой мне аромат сегодня хочется носить, тот я и буду. Не по возрасту для меня оно не делится. Ни почему. Только по личному удовольствию от парфюма. Вот. И к одежде я не подбираю парфюм. И я вообще не понимаю, как это... Как мне тогда продавец сказала, зачем вам такие тяжелые дутит? Вам надо Бритни Спирс. А я тогда в шортах и в майке летом зашла в Суперфарм. Думаю, ну да. Если я в шортах и в майке, мне теперь пожизненно Бритни Спирс. Как будто я в шортах и в майке живу всю жизнь. И как будто это вообще отражает хоть что-то отражает. Только то, что на улице, блин, жара 35 градусов. Все. Знаете, насчет туалетной бумаги и ее раскопки мы тут комментариях обсуждали. И мне написали, я уже слышала это тоже, что люди ее используют вместо масок, что-то там заматывается. Вы знаете, я не видела. Вот у нас раскупили. И завозят, и раскупают, и завозят. И я не видела на улице ни одного человека, обвернутого туалетной бумагой. Не видела. Поэтому, может быть, они заматываются и дома так сидят? Вот единственный вариант, какой у меня есть. Может, вполне может быть, ее можно так использовать. Но реально, я не видела, что кто-то ходил обботанной туалетной бумагой. И я не думаю, что кто-то ведет такие случаи где-то в Америке или в Китае, или где-то. Если кто-то встречал на улице человека замотанного туалетной бумагой вместо маски, вы напишите мне это. Очень интересно узнать, если правда такие случаи есть. Что у меня здесь какие-то? Как пудры, что ли? Что это такое? Непонятно. А в жизни ничего не видно. А, это просвечивает просто светлый слой. Ниже не потому, что это такой шарфик, знаете, в стиле а-ля Марля. Скукотища, короче, скукотища. У нас тут на работе, в гимназии. Я не помню, был до нас, после нас или когда-то там. Неважно. Для пенсионеров, для пожилых людей делал один чувак, тоже в возрасте, волейбол. Да, волейбол. И он все равно делал какие-то проблемы. Туда пойдет, где нельзя, то там пошарится, где нельзя, то что-то возьмет, где нельзя. Ну, короче. А там везде камеры стоят, видно, кто где шарился. И случаи на днях. Там есть стоянка для велосипедов, и там был пристегнут чей-то велосипед. Долго. А мне сейчас был пристегнут, никто его не трогал. И вдруг этот велосипед пропал. И как велосипед пропал? Тут же приходит пацан, который учится в школе. Говорит, у меня пропал велосипед, здесь стоял, там месяц я его пристегнула, пока мне было не нужно, и как бы он стоял. Ну, наш завхоз открывает свои камеры, смотрит, и пришел этот чувак, который преподает волейбол с большими такими плоскогубцами. Отрезал его и забрал себе. Тот ему звонил, и такой, слушай, что там это, как бы, велосипедки не видел. Он говорит, нет, ничего не знаю, ничего не видел. Он говорит, а что ты врешь? Я на камере вижу, что ты его забрал. Он говорит, да, но я его забрал, чтобы вы не украли, и понес всякую фурубу. Ну, короче, его выперли, велосипед наконец-то вернул, и я бы думаю, что в голове, когда они такое делают, не то, что там где-то даже на улице или что-то, прямо у себя на работе пришел, и пришел и спер велосипед. И, как бы, как говорится, ты мог сказать, что ты это сделал для того, чтобы его не украли, до того, как ты начал врач, ты понятия не имеешь, когда ты собрал, что понятия не имеешь, я уже камеры тебе показывают, да, говорят, а это что? Ты началась рассказывать, что ты его взял, чтобы это. Я вот думаю, насколько надо быть идиотом, чтобы прямо на рабочем месте, зная, ну, может, он не знал, что именно там есть камеры, но знаешь, что вообще там камеры есть. Как бы, ты не думаешь, что они здесь есть? Как бы, flow. Дичь, дикая дичь, короче. Выперли его. Не понимаю поведение таких людей, просто не понимаю. Так, покупки на сегодня. Вот эти печенья, я показывала их сто раз, они без сахара, они там с каким-то другим подсластителем, из цельной муки, потом каким-то волшебным образом мы нашли две упаковки, ну, знаете, такие, салфетки для рук со спиртом, две штуки. Чипсы тоже по скидке, что-то мне захотелось купить, они 5,90. Паста. Третий номер, я не люблю третий, я люблю седьмой, но был только третий. Это я купила для мамы, потому что мы едим такой с цельной муки. Салфетки для мотирования лица, вот про них я говорила, из Суперфарм, 50 штук, сейчас 19 шекелей. Неизвестный какой-то тунец, тоже по скидке. Попробуем, посмотрим. И еще тряпки для пола. Одноразовые. Просто потому что без них мы никуда. Все. Сумка тут при полной загрузке, с камеры еще. Я хотела сказать, что магазины-то сейчас не работают, но кто хочет на сайте, без проблем можно заказать. Сайт вещь уже работает. А нам сейчас вышли новые указания, что, короче говоря, вообще нельзя никуда ходить. Ну, короче, приходим к полному закрытию страны. Вот, так что, и та работа, которую мы делали, мы больше делать не можем, поэтому начинаем заседать тотально дома. Но что поделать? Рано или поздно это все завершится, и нас с вами ждет, я более чем уверена, обычная наша жизнь, которую, может быть, многие, кто как-то поднывал, что так, не так, и погода не та, и то, и все, начнет более радостно воспринимать, потому что надо ценить, когда все нормально, и когда то, что, знаете, люди называют рутина. Я вот, например, обожаю свою рутину. Я люблю свою повседневную жизнь, я не хочу, чтобы вот как бы, чтобы она нарушалась, я всегда об этом говорила, и на канале много-много раз, что я люблю, когда все идет вот так вот обычный, даже когда я возвращаюсь из путешествия, я очень рада, что я могу вернуться к своей обычной, обычной жизни, к каким-то повседневным делам, меня совершенно бытовухая рутина, я не знаю, что такое, что люди так от нее бегут, я это обожаю, это для меня моя комфортная жизнь. Теперь я ее люблю еще больше. Я вот тут, как свой проектор разбора барахла, сгребла сюда все, что было на столе, по сути, в этой штуке у меня должны быть витамины и какие-то салфетки, пластыри, вот эти влажные салфетки и вот эти вот спиртопы. Сейчас здесь очень много всего, и я начну разгребать этот. Это как проект, чем заняться, значит, вот это вот гель для, ну, для, когда травма. Это очень хороший, мы его очень любим, если найдете где-то, очень рекомендую. Дальше вот этот, это Вольтарен от Макаби, антиклофенаб, и он, я думаю, уже слегка на пять лет просроченный. Что здесь написано в нем? Да, пятый, девятнадцатый, это идет мусор, это лекарство, оно уже снято с производства, пока его убрали, это отыжоги. Тоже идет вот этот гель тоже очень хороший, он называется, вот как я думаю, на многих странах есть, он такой холодно-горячий, там и перец, и ментол, очень хороший для мышц. он идет в сторону, это тоже очень хороший, у нас просто это на постоянной основе, из-за того, что мы в профессиональном спорте работаем, у нас все вот эти вещи на постоянной основе, это тоже хорошее, это новое, один закончили, вот следующий купили, это наша фирма Life, поэтому, ну это вот аналог того, вот этого, который холодный-горячий, так дальше, здесь витамины, они нормальные, акамол, акамол, и лебопрофен я в сторону поставлю, акамол, это одно, и лебопрофен тоже для травм, так это тоже замена от изжоги, но пока никому не надо, это спортивный профессиональный пластырь, тоже здесь не должен быть, уголь должен быть вообще в коробке с лекарствами, витамин С должен быть здесь, это что? Д3 тоже надо начать принимать, весной я их начинаю с зеркала, здесь точно быть не должно, дальше, тут ингалятор пока, это вообще в сторону, пока никому не надо, слава вселенной, дальше, зеркала я убрала, тоже скопились, значит, тут, это для, как это называется, для самолета, они давление уменьшают на уши, очень хорошая штука, должна быть совершенно не здесь, тоже ее в сторону, зажигалка, тоже здесь не должна быть, ножпа, на который я пробовала два лака для ногтей, не знаю, кто мне ее когда привозил, но я вижу, что она еще не просроченная, замечательно, она должна быть в лекарствах, это маль для глаз, это совершенно неудачно, мне она не пошла, может быть, кому-то, да, мне нет, я одно отдала подруге, это от The Body Shop Lip Butter, мне он дико сушил губы и для меня не работал, а для Мелисса, кстати, нормально в сторону, это, я думаю, это капли мужа для глаз, потому что, когда делаешь коррекцию зрения, это как бы у тебя, бывает, сука, значит, это капли в нос, мятные, тоже в лекарство, на Белла, еще один ингалятор, это ингалятор от бронхита, потому что у нас зимой постоянно так помады, и вот здесь вот осталось то, что здесь по сути должно быть, я это специально, если кому-то интересно, не набираю его в ресторанах и не ворую, это очень часто привозят с, вот эта дурная штука, огромная отсюда, это такой как огромный пластырь, я не знаю, зачем я их купила, когда заказываешь еду на дом, привозят, я их не убрасываю, я их просто сюда складываю, потом по нескольку беру себе в сумку, это что-то, чего-то я даже не знаю, здесь несколько пластырей, что это, а, это пригодится, портной, я все пытаюсь донести до него, чтобы мне сшили юбку, значит, вот так это должно быть, это должно быть вот здесь, в смысле с акамолами совсем оно будет тут, теперь это открыть, и достать, и достать, реклама часов, это когда вам рассказывают про часы, и дают ссылки, там промо-коды, или что-то такое, чтобы вы знали, одной рукой непросто, я просто всегда, когда выхожу на улицу, в обычное время даже, не сейчас, в обычное время, я сразу себе в карман вот такие две штучки беру, достаточно, тут можно, знаете, проследить, все, что-то одна мексикана, все рестораны, из которых мы заказывали, еду, это, это, ноу-нейм, ноу-бренд, это что, Макс Бреннер, что-то еще может быть интересного, это что, лог, Агадир, Агадир, самые вкусные бургеры в городе, это Агадир, никакой Блэк, никакой Шмек, из Блэка я заказываю, потому что Нелиса там, любит крылышки у них, вот так, потом, ну эти я положу отдельно, и знаете, еще вот эти отыжоги сюда засуну, на всякий случай, чтобы было, все, а вот это все остальное, все тут, нафиг все это не нужно, хочу вам показать, еще немножко магазины у нас, как вы видите, ну и тут тоже, хлеб, пожалуйста, свежий хлеб, не свежий хлеб, какой хотите, хлеб, как бы, тут все раскладывают, пасты всевозможные, тут какого-то молока не хватает, соевого, по-моему, или простого, не знаю, молочные продукты, простое молоко, все раскладывают, я иду за тестом, хочу пирог делать, хочу делать пирог, здесь, по-моему, нету яиц, но мне не надо, я буду тесто покупать, так, так, тесто, тесто, вот здесь оно, так звучало, вот я сказала, вот здесь оно, нет, я сказала, вот здесь оно, не знаю, еще из какого делать, или песочное, или слоеное, вот это, подцеркали, с меньшим количеством жира, и таки меньше, там я смотрела, по процентному соотношению, с другими меньше, возьму, наверное, вот это слоеное, так, закрыть, закрыть, тут, пожалуйста, мороженое, все, что угодно, алкоголь, всякое остальное, фонтан включили, я вчера вечером, ночью, где-то после 12, уже все спят, а у меня началась такая мигрень, я думаю, так, что делать, лекарства уже пила, пойти покурить, начнется кашель, выпить коньяку, коньяка, начнет тошнить, думаю, что делать, пойду погуляю, вышла, прошла, погуляла, зашла у нас здесь такой центр, ну, как бы, из района, районный центр, дошла до сюда, села тут на скамейку, подъехала полиция, вон там на улице, давай мигать, они что-то стояли там, видимо, у себя в компьютере проверяли, мигали, мигали, думаю, да что ж такое, что за напасть, у меня сейчас и так, это, встать уже никуда не хочу, думаю, посижу хоть воздухом немножечко, в прохладе посижу, мне это от мигрени помогает, промигались, уехали, тут вдруг посреди ночи, он не работал, включается фонтан, я тут вот под эту лавку чуть не упала, встала, развернулась, поползла домой, вот такое у меня приключение вчера было, а еще касательно этого фонтана, была смешная история, у нас знаете все эти, которые веганы, против еды мяса, знакомые, говорит, все ругают в кафе, и вдруг смотрю с утра, сам в год раннего, в 6 утра пришел, он открывал кафе, и говорит, что вода красная, а они добавили туда красную красную, и положили в голову, типа коровы или семени там кого-то, я думала, то ли я, вчера что-то не то выпил, то ли покурил, то ли мало копий еще с утра выпил, не проснул, хочу вам показать еще немножко магазины у нас, как вы видите, ну и тут тоже хлеб, пожалуйста, свежий хлеб, не свежий хлеб, какой хотите хлеб, как бы, тут все раскладывают, пасты всевозможные, тут какого-то молока не хватает, соевого, по-моему, или простого, не знаю, молочные продукты, простое молоко, все раскладывают, я иду за тестом, хочу пирог делать, хочу делать пирог, здесь, по-моему, нету яиц, но мне не надо, я буду тесто покупать, так, тесто, тесто, вот здесь оно, так звучало, вот я сказала, вот здесь оно, нет, я сказала, вот здесь оно, не знаю еще, из какого делать, или песочное, или слоеное, вот это подцеркалим, с меньшим количеством жира, и таки меньше, там я смотрела по процентному соотношению, с другими меньше, возьму, наверное, вот это слоеное, так, закрыть, закрыть, тут, пожалуйста, мороженое, все, что угодно, алкоголь, всякое остальное, смотрите, какой потрясающий меня вид, если вы смотрите канал, вы знаете, от чего это, я резала лук, потому что я таки делаю пирог, значит, просто тесто на противень, здесь тунец, 4 баночки, лук, соль, перец, и сверху будет слой картошки, я делаю иногда сверху, иногда снизу, еще не поняла, как мне нравится больше, но это мой любимый пирог, можно из песочного теста, можно из дрожжевого, можно из слоеного, главное не резать лук слишком тонкими кольцами, я люблю, например, я люблю, может кто-то любит тонкими, я люблю, когда лук, знаете, он печеный, и он чувствуется, он не превращается вообще в пыль, поэтому я люблю покрупнее лук, так, картошка, я ее режу, отвариваю до почти готовности, потому что не люблю, чтобы она долго в пироге, там пока будет готова, и все, она будет полусырая, и потом просто сверху выкладываю, вот он мой пирог, он у меня вышел, практически, на весь противень, противень, сейчас пойдет в печку, чарляри, вот опирог готов, вот такая красота, разве не супер красота?